Музыка 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 Ну что, друзья, давайте продолжим Сейчас мы слово отдаем достаточно известному пчеловоду это наш соотечественник который долгие годы живет в Германии работает, имеет колоссальный опыт работы с пчелами с матками, поэтому он поделится своим опытом с удовольствием ответит на все ваши вопросы давайте поприветствуем Евгений Руси Музыка Музыка Ещё раз всех раз для меня это первый раз очень такой напряжённый я ничем отличаюсь от вас просто я считаю, что в жизни самое важное оказаться в нужном месте в нужное время это, на самом деле, так потому что общаясь с людьми определёнными ты от них чему-то учишься, ты видишь, как они это делают ты можешь это копировать чаще у всех нас есть глаза и уши, да от других людей, то, что нам нравится. Мне, наверное, как сказать, у любого человека в жизни есть то, что какие-то знаменательные моменты в жизни, от которых зависит в дальнейшем возможность всей жизни. Как бы я являюсь русским немцем по происхождению, поэтому мы как бы переехали в Германию. И большая часть жизни, как бы, ну, наверное, знаменательные моменты сейчас с Германией связаны, потому что я как бы родился в России, потом мы, мой дядька уехал в Германию в 94-м году, мы у него переняли пчел, я бы про пчел вообще ничего не взял, знал, это был октябрь месяц, мы привезли их, ни литературы, ничего не было, и, как бы, собственно, в 94-м году начали заниматься пчелами, потом в 2005-м году мы переехали в Германию, мне опять же повезло, мы шли по Арбату, так скажем, и шел человек русскоязычный, давал в таких стаканчиках мед пробовать. Вот тоже реклама, это очень важный фактор для развития своего дела. Он дал пробовать мед, в надежде то, что потом мед купит. И он мне сказал такие слова, если хочешь интегрироваться, тебе нужно хобби. А у меня единственное хобби были пчелы, потому как в Германии мы интегрируем столько, ну, благодаря пчелам, так скажем. Потом приехали, сложно было начать, куда что, купили дачу, сдачи начали в 2008-м году, где я начал пчелы, у меня есть маленькая фотография, если интересно, посмотрите. А вообще просто про что интересует? Просто никому не интересует история человека или еще что-то. Вот, просто я, если сюда как-то можно поделать? Вот, просто мне надо что-то листать там. Просто я не делал ничего, для меня это все новое, и как, меня пригласили, я приехал. В интернете намного проще, потому что ты же не видишь людей. Можно так сходить. Привет. Чкок, что это? Чкок. Привет. Привет. Женка. В машине. В машине. мое личное мнение я думаю что нет потому что ну как бы я хотел на это вопрос поговорить я уже говорю в том зале у нас как бы если вообще германию в целом брать если кто был то есть германия климат очень сильно расчитает страна маленькая но климат очень-очень разно буквально 20-10 километров совершенно другое как бы в зависимости от ландшафта то есть высоты и погода очень сильно меняется в то место где вот я занимаюсь челами нас как бы называют это крайне сибири у нас номера на машинах были старые киды это на если на немецком там как бы такое взывательское сказать то это было коми шипер клетки то есть чокнутые порции так если перевести вот у нас получается весна лет у нас поет где-то например 22 28 февраля последнее время что-то нам так и двигается на и потому что последние три года вообще с погода непонятно что происходит и у нас обычно было всегда 8 марта уже пчелы все пересмотрены были то есть мы уже пересмотрели все и думали что дальше будет последние годы это все вообще тянется до апреля и непонятно что происходит как бы ты смотришь допустим февраля пчелы у тебя там с ладошку разборки пошел хорошо мы стартанули по-другому да как берг от работы не так маленько ты сможешь в апреле блин у тебя сущего ладошка потом сможешь позже у тебя уже ладошки нету то есть потому что то холода приходит уходит среднее время очень нестабильно так стало и на основании этого да как бы возникают ну большие проблемы вот последние две зимы вообще зима практически отсутствует как бы что расход зимой гонят из-за этого с производства клеща и все проблемы вытекающие оттуда идут сейчас я просто ушел качество маток у нас получается в моем регионе так что у нас где-то последняя неделя апреля зацветает травс чтобы получить медный минимум корпус пчел и в это же время идет вся продажа пчелы в консуменции потому что у нас нет технологии да там от лодки продать 4 рамки 6 рамок или еще что-то да пакеты у нас продаются все целиком именно к этому времени должно быть корпус пчелы который ты можешь продать да естественно там два корпуса остается пчелы корпус пчелы на развитие идет мы воспитываем как бы маток да безматочная с матками через решет у нас все идет то есть мы не как бы у нас нет целенаправленного ну как и попоров как семей воспитательницы у меня просто мое количество семей позволяет мне ну любую сделать практически сильную семью воспитательницы мы выбираем сильные семьи которые мне нравится это должно быть два корпуса пчелы и чтобы снизу подвисала под рамками пуля у меня 9 рамочные можно сказать по размеру это ну вот примерно вот если рамки подвисают снизу это говорит о том что это ну как семья пойдет для воспитательницы матка отыскивается сбросается в нижний корпус расплод ставится нижний корпус наверх ставится открытый расплод печатный открытый еще раз открытый дел соколось между открытыми рамками чтобы привлечь пчел кормилиц как бы для меня я не знаю для меня это самый лучший мира считается как бы для меня лично потому что как бы ты не теряешь единицу ну как пчел и у тебя они на по качеству я честно говоря не заметил у нас именно в это время начинается как бы самое такое пик развития семей то есть когда пчел именно хотят и родиться в это время хотят и тянут хорошо вот поэтому я по себе могу сказать что я разницы никакой не заметил большая проблема вытянуть маток у нас в июле когда у нас уже взятка практически нет ничего не взят когда мы без матача мы просто тоже матку не убираем мы даем маток посмотреть не нравится матка тут не нравится тут не нравится задавили маток смели всего один корпус там все битком поставили сразу то есть мы же все через ящики я делаю не знаю я как бы так научился мне так удобнее через ящики делать мы делаем два колодца и ставим 40 маточников у нас потому что некоторые рамки сделаны были на 22 маточника по 11 на планку но потом когда бегуги одеваешь получается плотно сильно и не бывает что когда ты одеваешь ну ломаешь не мальчики мы сделали по 20 получается по 40 дает образец я не вижу по себе вы без партия нет нет я не знаю это вот так не приехали германии все все не нажито не по сильным трудом было город челябинск вот это дома и оград от моего дома это работали у меня были 14 рамочные лежаки так скажем мы это вот те улья сам в углу я сам делал остальное все купленное было это уже распродали чел перед отъездом в общем в итоге эти улья стопил кто-то в дровах очень не продалось ничего это мой шестьдесят шестой был ну честно сколько отдавало больше денег это мой второй шестьдесят шестой был это прицеп был трактор не мой прицеп меня такой был только купил через год мы уехали но в виду как у всех да тяжело с деньгами было но не успел его передел так как бы я хотел я его продал у меня самое большое в россии было 36 или 38 себе ну не могу обманывать давайте давайте 2008 год все мое пчелоса германия началось благодаря этому человеку второго встретили потом 2008 году как бы ты тоже приехал да и как бы языковые проблемы где пчелку пить ничего нам повезло когда мы еще в лагерь приехали лагерь это такое место где люди приезжают типа общежития и обживаются маленько и потом оттуда уже разъезжают то есть получается оттуда первые друзья туда первый знакомый получается с этого лагеря и когда я приехал я приехал в германию 4 июля 2005 года получилось что там была семья с казахстана там как получается тесть и зять и они тоже в казахстане езжали пчел и они где-то рая поймали не знаю как хаус-мастер понятно завхоз да как бы по нашему он нашел где-то курь и иначе тоже пчелами там заниматься ну как там ну хоть ходишь посмотришь так а потом мы переехали в другой город у передачи это дача в германии не такая дача так как у нас дачка так больше сказать такие маленькие там все и потом через этого знакомого он потому что дальше ушел 2005 года я узнал где купить пчел и мы купили пчел это был искусственный рой он пришел четырнадцатого мая полтора килограмма учел как мы играем улья отдельно это все с помоек собрано материалы из пилина вот мы узнаете сейчас маленько такой темы существует такой анекдот миллионера спрашивают германии как часто ты меняешь мебель он говорит два года раз спрашивает русского слушает ты как часто мебель меняешь безработного это два раза раз в год а два раза в год как ты меняешь миллионер тоже два раза в год так он менять я меняю в общем ящик искусственный рой выглядит так там банка когда бы консервная была такая большая с канью чулком обтянута женским и эти полтора килограмма пчел там были а вот был очень плохой меда не было но я умудрился сделать еще отводок и уже купил пластиковые улей в зиму пошел потому что у всех ну как я живу у нас распространена сама это пенопласты улей это такой первым нет меня карминка сейчас мы даже дойдем до это вот такие первые паспорта я получил паспорта я до сих пор не знаю чего вот это миллер человек они там медом занимаются там не фирму зарегистрировали ну немец в люксембурге вот они занимались не пакетами портам пакетов был каталог там было предложение карминка потом фона бакфас любустика еще что-то но я не знал что это такое вот потом я купил еще матку сейчас будет на следующем потом я купил карпатку еще было вот вот это я купил первое потом я купил матку сделать водок и когда мы зимовали на как привык как дома покрасился но глухое сделал а потом зимой прихожу блин у меня были такие пузырями весь пошел и вода вышла то есть у нас очень важно потом настоящего сразу вырезал но это уже у нас получается 2009 год то есть я 2008 начал 2009 году но уже маленько подросли нам своего места не стало хватать и мой друг за столом у меня есть друг он тоже решил стать пчеловодом вот это происхождение украинского него и так вот удача начали держать пчел сейчас он держит пчел потому что некогда работать много мы купили на следующий год еще пять семей я купил и виктор купил три семьи и с этого начали расти потом я прочитал книгу доктора лидика когда я вступил в общество пчеловодов общество пчеловодов давала подарок каждому новому члену книгу пчеловодов и когда я прочитал он рекламировал там очень сильно размер цандр размер цандр это практически рут если взять у нас все рамки вот и вот это нормально вот это представлен они все если видите у них нет это толщина рамки по кругу 08 цандр по кругу один сантиметр то есть у нас нет лишнего толстого бруска вот и он там описал что вы экономики 20 процентов туда сюда и вот так значит это мой старший сын так мы работали в то время в общем 2008 конца у меня уже было 30 семей и потом этот друг виктора он нашел через рабочего коллега как бы везде работы почему вы общаетесь везде через общение ты получаешь новых знакомых новые возможности виктор через своего знакомого нашел вот это место тут были пчелы это был повелён в японском стиле китайском у когда-то добро все было ты артем знали это имение очень это были самые богатые люди районы сам богатой землеводельцы там было все топ построено мы там все чистили и потом я купил вот этих сандр учел это я тут старый улевую показаны я прочитал этого доктора ливихева не очень меня книжка если кому интересная привез там были че те же улья все это это книжка второе издание не знаю 90 какой-то так вот книга написано очень современно и она много раз переиздавалась у меня второе издание сейчас уже по-моему третье издание есть и зимой я напилил таких ульев сам это донья уже все сетки потому что уже поняли что ну по-другому никак и улиц сделан был по два размера это длину санта а поперёк ставится нормальная масса на 2 рамках больше надо вот это просто транспортировки а так ставится нормально то есть для возможности используем двух размеров потому что в регионе я живу нас как бы до дана нет у нас основаны эти два размера и на их основе основывается все пчеловодство продажа покупка и очень все финансовая часть это вот зимовка была нашу 2000 и 2000 я так и 60 год 2000 это видите часу летом с это пустые улья у меня было время на пить не пи в то время это мы как бы получается мы всегда вместе были сейчас у нас нет такой возможности это мы приехали я купил пчел у нас покупает пчел как бы если люди доверяют друг другу и знакомы нас забирают с ульями потом если ты не знаешь тебе дают залог потом туле возвращаешь и я привез от человека пчел это весна 2010 года я привез от человека пчел на следующий день мы произвели свои улья пустые что пересадить это вот это место где все видео делается так мы там начали разжеваться так скажем это дерево очень большое было с него большая тень была пришлось пилить маленько крону было страшно конечно тут просто это показано это уже 2011 год мы приземлить и хулия были сделаны из доски 1 и 8 это очень-очень плотный материал для нас и показала то что во первых дефицит денег да у всех как бы то есть очень граба ну глобальная проблема для развития и показал это что для нас 18 это тонкая очень материал и получается на крайних рамках никогда пчел не сидят по краям то есть пчел сбивается к центру потом у нас к счастью появилась возможность мы как бы сейчас ну большей части не используем эти улья только в крайнем случае когда хватает тары миллиметров 18 миллиметров вот так все было потому что у меня начались проблемы на даче там люди отдыхают и пчелы мешают нам пришлось сюда все съезжать но определенные проблемы всегда возникают и мы съехали отсюда все сюда тут сейчас мне разрешили три семьи ставить так и все сейчас мы больше тут не зиму вот это все зимовка у нас бывает зима иногда это все 2011 год 2010-2011 год фотографии были сделаны возникли первые проблемы сразу с дятлами есть не только летающие конечно и многие ну с этими лучше делали иметь на как бы ну деревянный тоже это весна 2011 года тут начался ремонт нашего сарая так скажем было сюда столько капитально немцы строят это просто капец я не знаю там бетонная плата такая залито потом сверху был засыпан шлак потом доски там староков как и я не знаю это все для павильона как бы это мой первый мед которая продавна 2011 году по 3 30 килограмм тону первый большой такой который удалось продать тоже строились где чё кто-то выкидывает это выбирает тут я сделал магазин для тех улев тоже на работе у нас выкидывали ящики из-под материал так скажем они были уже потолще 2 и 5 взял домой чтобы магазины сделать тут мы начали пробовать шести рамочниками у нас это ну как бы не пошло ничего потому что в дереве не очень хорошо мое мнение это 9 мая 2011 года это 10 мая на пасеке был у меня два сына они обои аллергичные это у из вас скоро это через два дня их забирал это детская поликлиника в городе кассир вот ну как печальный опыт такой ну к счастью мы их обои сенсибилизировали сейчас мы не аллергичного это мы начали качать в этом вагоне который ремонтировали что нельзя в германии категорически делать так вот выглядело все у меня мёд стоял один раз в год в сарае вот это то есть в германии еще туда можно оставлять что-то это уже 8 уже яблочек вы видите это 2006 год 2000 нет 2009 год у нас был очень большой ураган очень не знаю какой год не буду обманывать так нет это 2006 вот тут показано 11-й год или 12-й год это просто не знаю интересно вам будет или не интересно будет немцы когда спиливают лес остатки они не убирают стволы то есть пиньки это все остается ветки все остается и тут вы видите уже посаженные саженцы вот это вот каждый короб там деревца садится а сделано для того чтобы косуля подходила и не отпустила макушку дерево чтобы дерево не пропало то есть всем нужен ствол и там деревца видно было маленько там все сверху был иван-чай и мы нашли место и туда заехали но иван-чай это взяток не для германии потому что у нас очень холодно так мы пытались выиграть на донях мы начали переделать палет поддоне потому что недостаток средств был и мы начали использовать такие дони тут вы видите да что потому что одно но мы в то время покупали 18 евро и нам тут удалось сократить определенную сумму денег сэкономить так выглядит мой город я живу рамки мы тоже раньше сами делали из того что находили это мой старший сын это в то время еще он помогал тарам очки пидеи готовить наверное прознаковые события и одно из больших событий было когда я ну как бы в германии очень много как бы мне времени уделяют внимание пропаганде пчеловодства как в развитию пчеловодства и много денег науку тратят когда вы заходите допустим институт пчеловодства кирхайн вы видите или на общество пчеловодства предлагается очень много всяких образовательных мероприятий то есть повышение чего-то своих знаний и как бы на меня очень сильно повлияло как на развитие то что как бы с кирхайна познакомилась тут как бы наука да и пчеловодство тесно связано в германии когда мониторинг это все это конкретно в кирхайне представлены уля тут вот в этом ящике белый который стоит самый главный аппарат какой-то это все стоят как считывали когда матки выходят и заходят чтобы мы не мониторинг сделали сколько они летали и так что происходило это я делал курс по матководству просто посмотрите да сколько людей там куча людей это бруно биндер он час уехал в другое место работать то те ящики известны почему я этим занялся мне понравилось это внутри сюда декорации сервер там так выглядит только одного из моего точков это спереди там газовая мага кто-то спрашивал кукурузу которая кукуруза и свекла и питается и бактерии растят это первая неудача по нуклеусом когда мы запарили что хочешь сказать в германии очень много внимания уделяется диким челом потому что по статистике вообще как бы все что мы имеем растения 87 процентов растений восемь с половиной процентов опыляются насекомыми и то что мы имеем на столе по 85 процентов это все что опыляется насекомыми тоже есть насекомые исчезнут то есть исчезнет самая важность нашего стола и очень много пропагандируют этим как пчеловодные гостиницы или как отели будет по негаске то есть вы видите как у человека тут живет алоэс миллер чего с нашей области у него вот так вот весь карниз и так назвать конек полностью заделан под диких пчел декорация и когда был не добавить тут он и в к своей хранит сын опять же мой поле вот это так раньше возможно было тут мы определенные технологии из дуа пробовали и фена купили генератор в кирхане открывать тоже фенами мед и у них карусели это кристина фингерхуд они не разными как не отпускает это женщина которая в кирхане осеменяет маток они маток не отпускают летать маток пчел трудней и так вот собирает как бы ну интересный метод тут не на свет выползают они ходят пинцетом естественно не делаю большое количество изменения это она работает это цены на корм можно посмотреть сколько что стоит кому интересно то уже стали это не актуально все и нас тоже начал уже продавать потому что у нас появились излишки германия очень как бы просто про корм да сегодня все спрашивали у нас есть какие-то по 15 килограмм которые залиты как вот и есть брикеты по два с половиной то есть коробка 15 грамм а там и 14 по 2 с половиной килограмма но фасованная в маленькую тару на дороже чем фасованная большую тару поэтому покупаем большой таре и режем его как бы это так вот мы подкармливали на зиму закармливается так просто как она план режется ложится в угол и все это 6 рамочник ими использую уже под сандер ну не работал мы с ними практически еще нету это все вот это и меня сейчас я по-другому это тропинка и принципе тут уже мы начали заканули больше уже мы начали получать вот про ком спрашивает то есть вот этих как еврокуполи как сказали называется и ведомим укором так непрактично но дешево бывает у нас три-четыре кожи иногда это нуклеусы мы приготовим сегодня я говорил про как сказать то про искусственные раи когда мы маток выбираем допустим я сегодня продал одну завтра вторую я уже говорил германия такого чтобы ты продал за раз на 200 маток 300 маток германии все пчеловодов основалось на том пчеловодов много но количество пчеловодов очень маленькая вообще я сейчас вернусь к этому вопросу никогда разговаривать про насекомых или что-то в этом роде в германии официально пчела считается третьим важным животным так скажем первая идет корова вторая свинья третья пчела примерно где-то оборот а циркосредственной продукции которые связаны с насекомыми то есть яблоки груши примерно составляет 2 миллиарда евро поэтому для германии идет очень большая пропаганда пчеловодства и когда сейчас просто перескочу германии 130 тысяч пчеловодов из них допустим примеру соврать могу 90 процентов чего вот одежда больше пяти 7 и только один процент держат чего до больше пятидесяти семей то есть если взять 1300 человек да там держит грубо говоря пошли пятисяти семей поэтому торговать не очень как бы получается много у нас и когда мы перестроились на восток вообще да как у нас основная продажа во на сток мы сначала развили все германия потом начали на восток работать и в итоге мы как бы обрубили концы в германии это было очень тяжело потому Потому что обратно прийти всегда тяжелее, чем бросить. И с этого года, в том году мы начали маленько внизу, потому что на постсоветском пространстве все уже начинает развиваться. Этот рынок в любом случае когда-то закончится. Потому что я считаю, что у нас сейчас приоритет начинает для Германии работать. Мы с Артемом на эту тему разговариваем. Потому что это не так... Я честно скажу, что всех тяжелее работать с русскими, с украинцами. Всех тяжелее. Потому что столько вопросов. И образование людей желает лучше, потому что люди просто не хотят считать. Есть простые вещи, когда люди спрашивают, почему у меня бахфаз красный рождается, матка черная. То есть люди не понимают, что это гибрид. И что бахфаз силикционирует не по цвету, а по его, конечно, полезным признакам. То есть каждый, как сказать, образован в своем понятии. И поэтому у нас матки продаются по мере продажи маток. Мы сваживаем нуклеус, то есть накапливаем примерно 10-12 нуклеуса. Это получается 2 килограмма пчелы, чтобы свести в искусственный рой. И вот так вот я их, ну как сваживаю, выставляю. То есть это то же самое. Это осенью, наверное. Все кормим мы. Мы в 2019 году были в Санкт-Петербурге. Собственно, к чему мы с Артемом про эту тему тоже разговаривали. Мы с доктором Бухтером были в Санкт-Петербурге, когда в России прошла такая мысль, что люди должны объединиться и должны все матководы как бы объединиться, чтобы работать для общей цели. И было все это в Государственской хозяйственной академии. Вы просто прочитайте слова и подумайте, да? Вот это проводил такую небольшую лекцию, как бы, руководитель этого университета. И он, как бы, считается такой очень грамотный человек в России. Он профессор и очень много говорил про людей, что люди сами по себе всегда живут в природе, они не могут жить в городе. Потому что город живет постоянно за счет людей, которые приходят из сельской местности. Сам город не может развиваться. Это другая тема. Мы поехали в Россию в надежде о том, что в России люди как бы соединятся матководы. И доктор Бухлер очень четко сказал, в то время, когда мы начали работать, он первое про сохранение пород, Артема касается. Он сказал, то есть, получается, перед войной в Германию завезли столько пчел, что там все перегрылось и стало, ну, как бы, злое. И поэтому Камника зашла как альтернатива, чтобы убрать злое. И доктор Бухлер сказал, знаете, как вы думаете, у нас были такие пчелы, как мы сейчас имеем? Они не были такие. С этими пчелами очень много лет работали. То есть, эти пчелы за счет этой работой большой стали такими, как есть. А самая большая подвижка в работе произошла тогда, когда люди стали между собой более-менее контактировать и развиваться, то есть, идти к одной цели. То есть, тоже был определенный период времени, когда люди сидели каждый в своем огороде, колдовал по-своему в надежде, что он продаст больше, что у него будет денег больше, что он будет самый лучший. И в итоге это не давало никакого результата, то есть, компетного развития направления. И только, как бы, я считаю, что институты, они больше людей, ну, как объединяют, больше пользы, как бы, никакой нет. Ну, и взаимодействие института с людьми дает общее развитие всему. То есть, как бы, надежды в будущее, так скажем. Также он сказал, работайте с местными пчелами, у вас будет результат, если вы будете работать. То есть, да. То есть, потом также сказал, когда я познакомился про дроботу, вообще про пчелы с Томасом Группелем, он сказал, самое простое, если пчелы добрые, злые, через три поколения их можно сделать добрыми, но это постоянно работы отбирать, искать. То есть, это очень большая работа. Так вы видите, у нас осень. У нас вообще, как бы, проблем с пульсой нету ни летом, и ни осенью, ни весной. У нас постоянно влажно, и постоянно что-то цветет. Это проблема с дятлами, все начали накрывать уже. Это первый раз я поехал в 2012 году, по-моему, на выставку Данаушкингер. У нас ежегодно, наверное, по пять выставок в Германии проходят. Такие средние, большие, всякие. И везде, кто был, вот Ваня Фаброгл, Денис Фадеев в том году, Артем в этом году, вы не смотрели, всегда полные залы, то есть дается программа, кто выступает, и залы полные от людей, потому что люди, ну, как бы вкладывают в свое время самообразование. Это термоплаты, линия немецкая, чистая, которая меня впечатлила. Я купил только кусок ионы. Грубо говоря, я кусок ушел 6 лет. И только кусочек, Артем. Актуальная тема для меня тоже. У меня уже два раза воровали пчел. Вот, как бы, я считаю, что должен каждый иметь, кто под риском. Все-таки театр и зуновые работают. Никто не застраховывал, но я, знаете, как, я так, как сказать, не я же украл, не мой грех. Ну, украл, ну, пусть ему билось будет человек, пусть он живет с этой, ну, как. Самое понимаете, как, я понимаю, что, допустим, у нас, да, люди воруют от нужды в полсоветском пространстве. То есть, ну, мы воспитаны так воровать, потому что мы всегда что-то брали там по работе нечаянно. Или еще что-то. То есть, тут люди воруют для выживаемости, да, как бы. А в Германии, когда семья пчел стоит 130 евро, я, как бы, это небольшие деньги 130 евро, я считаю, что мне было, допустим, стыдно было воровать, я проще купил бы. Вот, я не знаю. Это мы купили по нитату все. Это мой сын, он сломал руку в садике, но все равно работоспособно. По пластике ауле, вот проблема, если вы едете птички, большая проблема, что клюют под две точками. У нас, как бы, с нашими животными и птицами все хорошо, еще не всех не уничтожили. Это там от дятла заделаешь, а... Это мы пробовали зимовать, но не получилось ничего, две наставки, как бы, и тут потом я больше не стал думать в киллерах зимовать. Так, значит, зима, это уже, я не знаю, какой год. С этого места воруют пчел. Давайте я по плану расскажу, потом про нуклеоз расскажу. А мне просто спрашивали про план, то есть Берха сегодня показал, как он работает, но мы маленько по-другому работаем. Потому что у нас маленько другое направление. Включите план, пожалуйста. План. Я просто, если все показать, я сейчас расскажу, ну, маленько, как, что на меня повлияло, и потом... У нас получается своеобразный немецкий суржик, да, потому что там некоторые вещи, ну, на немецком удобнее говорить, и мы используем их, ну, так на русском разговариваем. Тут конкретно у меня план на весь год прошедший, единственное неуказанное количество, да, что я убрал. Мы знаем, когда что делать, когда матки выходят, когда они должны быть увезены куда-либо. То есть мы видим, это Гербер два раза подряд, потому что он открывается с самой первой, 30-го, 0-5-го. И должен быть баль в трудовом. А, ну, пусть сверху будет чуть-чуть. В общем, в данный момент я знаю все то, что я буду делать в 19-м году в течение сезона полностью подряд. Куда мы, куда поедем, и зачем мы поедем, сколько мы туда провезем. Потому что без этого, как бы, идеально, ну, просто потеряемся. Мы когда сделали задание, мы его вычеркиваем. Сделали задание вычеркиваем. Вот, и такое есть у меня и у Оли, и поэтому никто не спрашивает, что мы должны делать. Он дома висит, Артем, и он уже сейчас висит на весь год. Потом Оля пишет, у нее большой календарь, календарь такой, где можно вписывать, и в нем все полностью пишется. Календарь, я считаю, что если вы занимаетесь чем-то, это, ну, вообще очень важно. А черное, это то, что не получилось сделать. То есть зеленое мы метим то, что получилось, а черное, то, что не получилось. Вот, как-то так. Как я вообще пришел к пчелам, да? Во-первых, по форму я пришел к пчелам. Но я не мечтаю себя там с элиционером каким-то еще чем-то. Вот, когда я сделаю пчелы, то, что мы разговаривали с Артемом из кого-то, что-то, тогда я скрудаю там, сделаю из конфетки. Из какашки конфетку. Или наоборот. Поэтому я, то, что я получил, оно уже было готово. Первый материал мы взяли в Кирхайне. Потом я познакомился с танком Петерсом. Он сейчас не занимается. Танк Петерс, да, на севере Германии живет. Очень такой хороший, кто-то человек. Сейчас не занимается пчелами по семейным проблемам определенным. Как бы с этого, с Кирхайна в основном началось, то есть это, ну, был доступ к карниге. Потом, ну, все знают, да, что я с Юрой Буржуем очень сильно общаюсь. У них возникла определенная проблема с тем, что заливают гнездо на подсолнечники. То есть весной всех интересуют акации южных регионов, которые стоят денег, а ее нет возможности получить. Поэтому он меня попросил найти его Бахфаст. Я открыл педигрию это европейское. И по почтовым индексам это просто делалось. Нашел, что мне ближе лежит. Созвонился. Людям мне ответили только два человека. Ответил Рупель. Видать, ну, я не знаю, мне повезло просто. Почему ему нужно оказаться в нужное. И доктор, мой доктор был, когда я познакомился с Дайфманом, очень интересный человек, бывший полицейский, очень воспитанный. Как бы общение с людьми вообще как бы развивает твое внутреннее мышление. Как вообще все происходит. Немцы такие люди, которые как бы, у них нет монополий, я считаю, у большинства, которые как бы закрыт. Вот мы сегодня с ребятами приехали в самолете, да, они очень все открыты и общительны. То есть люди делятся информацией, вчера мы гуляли витали на производство. Они там по изделиям, допустим, ну, я бы так сделал, я бы так сделал, я бы так сделал, я бы так сделал. Как бы очень открыт. Также Марфи там пару советов дал, так, 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 куда можно с матками съездить, как это, как бы очень повлияло. И второе, что повлияло, это знакомство с Уперем. Мы с ним виделись всего три раза. Он сказал мне так, мне в свое время помог Адам, я помогу тебе. Вот, а потом ты поможешь кому-то. То есть мышление человека, мысль, да, чувствуется от человека. То есть, когда ты общаешься с ними, ты намного понимаешь, насколько, ну, как. Поэтому, если меня что-то спрашивают в интернете, я стараюсь ответить и помочь. То есть мне беззна, купят у меня пчелы, не купят у меня пчелы. То есть у меня никого к себе не привязан полностью. То есть у меня спросят, дайте контакты Кирхай. Ну, ну, возьмите Кирхай, дайте этого контакты, возьмите это. Видео, когда выложили про Маху, все Махи контакт спрашивают. Ну, позвоните человеку, как бы. Какая-то, где-то. Человек все равно, если он захочет, найдет. А если ты будешь говорить там, не дам, то это, ну, больше глупо, чем правильно, мое мнение. Вот, как бы, вот так я познакомился с пчелами. С Бакфас, с Калинкер, через Кирхайн, а с Бакфас, через этих двух людей. Вот, ну, и, в принципе, работа, работа, работа. И мы пришли к тому, что пришли. В YouTube мы попали случайно. У меня был человек с Черкасом, помогал, я рассказывал уже некоторым. Он мне тогда еще сказал, надо, как делать. Но я не послушал, а потом мы с великим пчеловодом, как бы, России поругались. И на основании этого, ну, первое видео свое я снял. Потому что самое плохое, когда одни люди заблуждают, вводят заблуждение людей. У людей есть, я посоветую почитать вообще книгу, вообще читать очень хорошо. Ну, немного, но надо читать. Есть такая книга, называется «Психология влияния». В этой книге конкретно написано, как манипулируют людьми. То есть, есть такая, закон, закон последовательности. То есть, один идет, толпа идет, да, и ты думаешь, а, ну, они идут, я за ними пойду. И также, то, что люди, я вообще всем посоветую. Если кто-то написал что-то, да, особенно в русскоязычном интернете, надо всегда просить ссылку на оригинал. Потому что у нас приходит к тому, что у нас люди пишут, потом другие люди этому верят, это все распространено до такой степени, что потом это дает определенные проблемы людям. Это очень тяжело, это касается линии карники, это вообще там один говорит, там, эти лучшие пчелы, эти лучшие пчелы. Мое мнение, что карника она вся одинаковая. Просто есть выдающиеся матки, которые теоретически, есть не выдающиеся матки, которые тебя впечатлили. И все, а так это все одинаково. Как и люди, люди абсолютно все одинаковые, поверьте. Все хотят жить, расти детей, кушать, все. Ну, счастливыми быть по-русски говоря. Так, пчелы, карник, они все одинаковые просто. Какие условия, как матка развита, мое мнение. Вот, и вот книги вот эти, я говорю, чтобы кому не следовать, чтобы вас не заблуждение не вводили, нужно лучше читать оригинал, файл или еще что-то скачать. Пусть криво перевести, но, по крайней мере, это будет первоисточник, чтобы, ну, как сказать, самих себя заблуждение не ввести. Нуклеусы, вот про нуклеусы, да, почему я пользуюсь киллером, да. Многие бакфазы, вообще, в основном это, наверное, идет мини-плюс и эпидея. Эпидея это 70-100 грамм, пчел примерно заселяется, но мы пользуемся киллерами, потому что доктор Бухлер мне сказал, я его когда спросил, почему у нас одни киллеры, почему в Кирхане вообще киллеры одни. Он говорит, киллер для наших условий это самый лучший нуклеус. Они посчитали там, я не знаю, как они считали, и по объему пчел он считается как более-менее приемлемым. Допустимый минимум, так скажем. Вот, поэтому мы начали пользоваться киллерами. Сегодня кто-то меня спрашивал про Зайсех. Как вы думаете, нормально Зайсех? Нет, мне просто спрашивали, нормально, нормально. Я тоже, мне просто говорят, как ты маток отбираешь, как ты, ну, прогуешь. Я говорю, там три рамки, обычно мне все три, ну, как засела. Нет, я просто спросил, Бородаш. Нет, не хитрует. Ты сам ответил. Это, то есть, получается, я рамки выдергивал, ну, как, и... Это очень старая фотография. Так выглядит уже кто-то вышел. Это вот эти две рамочки порой были. Это у мамы на даче, потому что, ну, это старое все, нам не хватало одной дачи. Да. Лунные. Все, как мы думаем, это нормально. Я считаю, что кирпич это самый простой. Когда у тебя стационар, ты их сложил в стопочку, потом со стопочки взял и сложил обратно. Это на соте было сделано. Это старая матка, сто процентов крыло резано. Это искусственно-семеновая матка, точно знаю. Кирханец, я знаю, занимается воротолерантными пчелами. Тут конкретно женщина, у нее, типа, такой спидометр, я не знаю, как... Она считает клещей и как, чик-чик-чик-чик так делает. Я просто думал, кому интересно, что как наука работает. Показать чуть-чуть. В этом году будет 16-го, по-моему, 16-го или 19-го апреля, день открытых дверей в Кирхане институт. Я рекомендую съездить, кому интересно. Просто посмотреть. Там будет очень много докладов, полностью будет по институту. Как походить можно посмотреть. А зачем в переводе посмотреть надо? Это все в стену у них обклеены на тему воротоза. Пропаганда, я считаю, что это самое правильное. Тут в Кирхане внутри, это как внутренний двор, да, скажем, не наружный, а внутренний двор. Там за углом лаборатория, и во время сезона тут полностью выставляется нуклеус для искусственного осеменения на подставке, чтобы, ну, удобно было подходить. Своя метеостанция у них. Это ЦС Незалежность фонброссийского газа. Про природу. У меня, когда с Украины люди приезжают, они говорят, вот, как в Карпатах, по ландшафту. Это мы цепевали, когда, как сахароза, или что выпадает на мёде сверху. Собирали нуклеусы, делали. Это так выглядит, ну, не заселённый нуклеус, так скажем. Палочки ложим, чтобы пчёлы не прилипали. Так выглядит рамка, когда немало пчелек, когда ты создал нуклеус, и матку грохнули сразу. То есть, они даже чуть-чуть построили, бросили. Это если светлые рамки мы обрываем просто, чтобы не переделывать, используем второй раз. Всё. Так, что спасибо-то, я так вам ничего конкретно не рассказал. По краям, если нуклеус сильно заселённый со временем, то есть, если постоянно генерации выходят, то пристраивают. Надо постоянно с ножички обереть. Как бы у нас, как бы я себе купил киллер, апидеи у меня тоже есть 100 штук. Мы купили апидеи, отправляли в Россию Юрия, ну, как мы сделали заказ на толпу. Юрия Жмайлову отправляли, Ваня Никитенко себе оставил я. Проблема в том, что, допустим, Юра Жмайлов, он отказался от киллеров, не стал их покупать, потому что температура большая, жара. Ты когда берёшь, переворачиваешь, она, ну, отламывается рамка. Вот эта проблема большая. Допустим, в Германии проблемы с температурой нету, то есть, ну, есть возможность повертеть. То есть, если рамка чуть подлитая и с веса, она просто, ну, как бы отламывается с этого. Честно скажу, у меня есть, но я не пробовал. Я вам просто объясняю, что, допустим, сейчас скажу, сконцентрируюсь. В пчеловодстве есть так, да, в пчеловодстве Прайн Тресли сказал, то, что тебя кормят сегодня, не будет кормить завтра. У нас основное управление, это мы весной семьи продаём, потом матки и мёд, да, как бы побочный продукт, но доходный очень побочный продукт. Поэтому у нас торговли шестирамочным кабинетом. У нас весной, это в апреле месяц, то есть, к цветению рамса, у нас обязательно должен был корпус пчелы, чтобы ты получил мёд. Вот, как бы, все пчёл держат для мёда, большая масса, никому же не надо для красоты, ну, там, дедушка, чтобы летали смотреть. Всем нужен мёд, мёд это деньги, правильно? Поэтому все хотят получить мёд, и у нас именно в апреле у тебя должна быть, ну, как минимум корпус пчелы, чтобы ты заработал что-то, или, там, мёд себе получил. Поэтому у нас в шестирамочниках, ну, нереально как. Ты можешь в сезон продавать отводки, да, какие-то, ну, покупать, допустим, вкладывать деньги, ну, в эти же шестирамочники, это, ну, лишняя затрата. Проще, для меня, проще, мы сейчас в данный момент берём каждую деталь по 14-25 евро. Ну, давайте по 15 купим, это, грубо говоря, выходит 45, да, евро. И мне, как единицу, проще купить корпус, и который я могу потом дальше работать с этим корпусом, чем хранить шестирамочники, там, зимователи, ещё что-то. Если сохранять запасные матки, допустим, как, ну, теория, да, там, шестирамочные, мне так же проще сохранить их в этом корпусе сразу. Потом весной, если у меня где-то погибло, мне проще этот корпус взять и поставить сюда, ну, как вместе. Вот, моё мнение такое. Как бы, те люди, которые планируют, как вот у вас развито, там, в Российской Федерации развито, продавать четырёхрамочные отводки, оставлять хвосты, то да, это будет работать, я считаю. Для нас, как бы, у нас, если настроено в другую сторону, нам даже, я думаю, что нет, ну, суваться незачем в эту сторону. Замечательно. Если у меня было один раз, мы стрясли маток, последний раз, 21 октября. Мы просто с каждой семьи, которые были необсижены пчёлами, выдернули рамки с мёдом и высыпали туларой, и всё. Так, а одна семья, один, в смысле? Один и в водах? Да. Что, отводки, как мы делаем? Польз, не отводок. Мы, я уже раз... А сферополичный, где-то за нуклеус? Сейчас, мы отводки вообще не делаем. Поймите, у меня где-то примерно всё вместе, 1800 нуклеус. У нас 400 ВК, получается 1300 там, с небольшим, около 100 у меня ПД, и остальное всё киллеры. И родит 130 грамм пчелы плюс, ну, за 160 можно. Мы 130 берём, потому что, как бы, я считаю, что это, ну, оптимально для меня. В ПД проблема в том, что если ты чуть больше и спонул, всё-таки за ней бегать, потому что она слетает сразу, ну, такой геморойный нуклеус, очень проблематичный. Самый геморойный нуклеус ЛК, потому что в нём раз, два, три, четыре, пять, шесть деталей. Я где-то шесть деталей на очистил, самое проблематичное. И возьмём, грубо говоря, по 130 грамм пчелы, у меня вот это количество нуклеусов, мне надо примерно около 200 килограммов, и сколько пчелы, чтобы заселить. Получается, мы постоянно пчелу сметаем, у нас, как бы, действия пчелы есть, чтобы делать отводки. И плюс мне некогда заниматься отводками, потому что если экономически посчитать мне отводки, как, знаете, у нас как считают, у нас отводки, там, по 100 долларов, да, там, и всё. Но никто же не считает, сколько он времени туда вложил в эти отводки. Допустим, мне в этот момент проще пчелу сметать нуклеусы, потому что я зарабатываю на матках. Грубо говоря, пять маток F1 это 100 евро, а семья стоит 130 евро, которые ты должен кормить и так же туда матку дать. То есть, ну, посчитайте, да, сами. То есть мне проще пять маток продать, чем там отводок продать. Вот, поэтому у нас идёт всё в отводки, в отводки, в отводки. Лето кончается у нас в июле, и в середине июля, когда мы уже начинаем кормить, в то время, когда мы раскачиваемся, то есть мы на точок приезжаем, начинаем раскачиваться, всё, что выше решётки, мы сметаем в раевне, по два килограмма. Мы всё сметаем, 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 и тут же начинаем обрабатывать этот точок. И так в точках в точку идём. На эти два килограмма делаем отводки. Вот, и как бы этому отводку вполне хватает, что он весной идёт к рапсу на корпус. Потом то же самое с нуклеусами. Идёт реализация матков, и нуклеусы все сметаются. У нас, если по зиме взять, ну, до ноября могут матки червить свободно, то есть нормально, там более-менее так. Не то, что там полный корпус, ну, идёт развитие, так сказать. Не развитие, там замена, так скажем. Нуклеус один раз используете, затираете? У нас это, как бы, как сказать, если мы куда-то едем, то есть у нас, если бы это F1 было, да, то есть как вот сегодня рассказал Верхоль, он может работать по графику, когда реализация идёт. У нас идёт, мы привязаны к реализации, да. То есть я не знаю, когда я продам матки, допустим. Я знаю, что мне надо составить такую партию, эти нуклеусы могут стоять там две недели, там три недели. То есть, допустим, искусственные семённые матки и бакфас, они ушли, мы семьяли, по-моему, 5-го, 4-го, 5-го июня, а матки ушли уже со своей пчелой. На Украину даже, то есть. Ну, мы или в Россию, но уже со своей пчелой пошли, то есть. Да, уже там всё нормально было. То есть, знаешь, есть люди, которые получили, говорят, она не сеет, я говорю, да вы что, она со своей пчелой приехала и не сеет. Ну, как бы, может, конечно быть, я не буду спорить. Вот. Всегда, ну, как бы, естественно, как, я понимаю, что это дорого очень, ну, блин, как бы, я считаю, что я уверен в том, что я продам. Вот, потому что для меня, там, 100 евро это никакая большая сумма, чтобы там на скандал какой-то лезти. Вот. И, ну, что-то я сбился. Про нуклеусы что-то было. Про нуклеусы. В этом году было так, что мы раньше приезжали, допустим, нуклеусы, которые не... облетелися, да, как бы, мы давали неплодную матку, то есть, допустим, нуклеусы ходят раз в две недели домой. В этом году мы сделали так, что мы отправляем маток на... как, на Белек, что ли, это, ну, куда. Они уже пять лет, пять лет, пять дней возраст стоят. Они, когда возвращаются через неделю, уже практически некоторые с закрытым расплодом приходят. То есть, они в первые дни успевают осемениться. Это, получается, если мы в субботу увезли, на следующую субботу, когда их забираем, когда их снимаем, уже закрытый расплод. Или личинка. И все, что не облетелось, сейчас мы сметаем сразу и перезаселяем. Потому что, как правило, там кормушки еще полное чуть-чуть надо добить. Там их чуть-чуть начатые строить было. И это все выкидывается и перезаряжается. А нуплеусы, которые, допустим, если я отправил на Украину или в Россию, они уже под это временем приняли, чтобы получить F1. То же у нас, видите, как... Проблема в том, что любой человек считает, от чего он больше заработает. То есть, допустим, от чистопородной матки я зарабатываю больше денег, чем от F1. И мне нет смысла большое количество нуплеусов зарядить в мае, чтобы получить больше F1. Чтобы потом это вытряхивать, потому что это колоссальная работа, все сделать, потом вытряхнуть. Нам, как бы, впрочем, мы где-то примерно 200 нуплеусов делаем под F1 весной. Это мы обычно принимаем с 4-го, 6-го мая, а не позже. Потому что то, что мы раньше делали, это показало о том, что это, как сказать, не жалко потерянных денег, жалко свой труд чисто, когда ты не досыпаешь, трясешь, делаешь, делаешь, потом в результате эффекта нету от этого ничего. Вот. И не всегда ранние матки есть хорошо. Поэтому, чтобы не иметь проблемы с кем-то, лучше это не делать, мое мнение личное. Вот. И у нас получается где-то примерно 250 нуплеусов делаем на F1, и потом они перезаряжаются периодически, а то, что приходит, часть вытряхивается, то, что не облетелось, а в часть дается F1, под F1 матки тоже. Вот. Потому что приоритет получить чистая. Я показал себе не брить кардавана больше. У меня нету его. В общем, кардаван получилось так, что, по-моему, 10 маток было, я не буду обманывать. Я получил этих маток, и у нас в тот год возникли проблемы с опалитками. Я специально взял, я взял некоторые вещи, мы маленько по-другому хотели. Ладно. У нас возникли проблемы, потому что опалитки есть плоские, а есть маленько выпухлые. То есть, вот этими пользуйся, политиками, если хотите. На, Артём, можно ждать, посмотреть людям. Вот эти, вот эти самые лучшие. Вот эти, что я не знаю, мы с Вестонией. Хотя нет, это раньше были, что-то вроде как с Вестонией, Некоторые говорят, почему у меня точечка. В целях экономии нами, в каждой пачке есть 4 или 5 без номерков, но мы их тоже клеим, экономим же. Это для искусственного осеменения. На, те, прилад, клеи я. Полит, вот в той пачке я вам передал. Но там еще более-менее нормальный, потому что есть еще хуже. Вот эти тоже, Артём, плохие. Вот эти, вот, вот. Вот эти плохие будут. Да, эти плохие. Вот эти самые лучшие. Смотрите. Артём, да посмотрите потом, все равно никто не видит. Посмотри, вот нахуй, посмотри. Да скажи, в чем проблема. Проблема в том, что одни аппаритки вот такие, а другие такие. А такие-то хорошие, они пусто. А я их не знаю. Очень смотрите, для бакфаз мы используем такие вот этикетки. Это в Германии сделаны. Ровные. Потому что литок закрывается на трубнях. Вот. И матка выходит, но не может заходить. И они под нуклеоз заходят, или их потом, ну как, заштекивают, ну, зажаливают. С этим, ну, как бы, с аппариткой проблем нет, ходить через литок. Вот. Вот с этими у нас вообще... Да, не проходить. Вот эти, вот эти. Поэтому карнику мы метим этими, а бакфаз только этими метим. Потому что бакфаз и требования для нуклеоза должен быть с рутовым литком. Скажите, а у вас будут выходить с рутовым литком? Вот, нате, я вам подарю только они красные. Они есть, ромбики, кругляшки, всякие. То есть, ну, у кого-то сколько фантазии хватает, тут покупают. Но они маленькие. Ну, я не знаю, это хими-то такие. Что? Они не облетают, они, то есть, выходят, не возвращаются, либо под нуклеоз заходят. У некоторых вообще возможности нет выйти, ну, то есть, ты видишь, что они не выходили даже. А большая часть теряется. То есть, потому что, если пчела, матка приходит, она заходит, когда не может зайти в литок, она пытается зайти рядом. Я думаю, все видели, сколько нуклеоза стоит по кругу. Она входит, я дома видел, как матка летала, она пришла, хоп-хоп, тыкалась не может. И в соседний хоп-хоп, зашла потом. И все, естественно, льет. И зачем? Она по размерам не может. По размерам, получается, горд. А вот, ну, а ребенок застает, и может зайти. Она не может зайти, то есть, вот сейчас, в данный момент, у Виталия ребята с Германии заказали нуклеозы, у которых внутри шайба вернется. Потому что у пчелы, у матки есть возможность зайти сюда, и хотя бы тут сесть, потом зайти. То есть, она по шайбе не бьется. В этом году у нас вообще большая проблема была. Ну, я не думал, я не знал, что это проблема была. Я вообще, как бы, ну, у меня круг вообще достаточно большой. У меня, как бы, знаете, я считаю, что есть люди, которым ты, как бы, ну, прислушиваешься, да, а есть люди, которым ты не прислушиваешься. У меня знакомый написал мне, как бы, в Германии распространено, что, как, возгонки, да, распространено это, и у нас группа, я там участвую, сейчас не участвую, как бы, ребята, давай обсуждать эту тему. Ну, и у меня знакомый как-то в одно время он меня спросил, слушай, как там возгонки, размеры, не знаю, я посмотрел в этом, кто он, eBay, там вариантов, куча представленных возгонок. Размеру ребят спросил, им это разослали, с Марокко из России в одно время спросили. У нас, получается, сам я, мы раскачались в июле, в середине июля, я обработал пчелу, кормили в этом году мы канди, я обработал пчелу, и мы уехали в Прибалтику. Вот, кислотой, муравина, 60% кислота, и мы ложим в салфетку, там идет, на донам, по-моему, 3,5 мл, у меня нету донам, я даже не могу знать про донам, да, допустим. Если взять наш размер и, как вам, рута, то это примерно одинаковая размер, у нас идет 2 мл на рамку, то есть у меня 9 рамок, мне на 18 мл на уле. Надо сделать 3-4 раза, там, интервала между обработками, там, 4-5 дней примерно. Шприцом. 3,6 мл. То есть считается на 2. Вот, и, как бы, способ, как сказать. Сейчас я просто продолжу, да, мысль. В общем, мы обработали это все, и я бросил вот это тесто, что я вам показывал, по 15 кг. Мы уехали в Прибалтику, там был чемпионат Европы, сын ездил. Мы там прожили, домой приехали, я стал корпуса снимать, это конец этого, августа, сентября. Пчелы были такие довольные, потому что, ну, все, по времени для вашей работы. Пчелы были довольно сильные. Я же не хожу туда, не заглядываю, что там у них внутри происходит. Потом получилось так, что мы пошли обрабатывать в декабре, в середине декабря, и я сразу 2-6 семей нашел, которые уже погибли. Вот, и я понял то, что, блин, когда спрашивали у меня про возгонки, мне надо было думать про это. Потом я с Петром с Акарой на эту тему пообщались, чую желание было купить. Потом знакомый мне варит, тоже там сразу с газом начали думать. И как бы в этом направлении сейчас думал маленько, потому что 3-6 семей для нас это, 3-6, 2-6 семей для нас это на 130, это, ну, как, большого быта. Поэтому лучше что-то там дымануть, чем, как сказать, получилось так, что именно мягкая зима даёт, ну, то есть ранний старт варатозу. Варатоз начинает развиваться, и потом то, что мы обработали, и потом длинная тёплая осень, всё равно у нас своё, ну, как взяло. И плюс всё равно у кого-то эффективная обработка, у кого-то неэффективная обработка была. Мы весной вообще ничего не обрабатываться. У нас весной ничего не обрабатываться. В том году единственный раз обработал, потому что реально проблемы были с варатозом. Сегодня, допустим, Верхот, он весной да, обрабатывает, но он осень не обрабатывает. Но он опять этим максимат, или как его называется, то есть он дымит кислотой щавельной. Вот, он считает, что весной, то есть я считаю, что тут ну каждый делает то, кому как угодно. То есть мы обрабатываем щавельной кислотой, капаем и муройной кислотой. Весной ничего никто ничего делает. Я считаю, что если в осенью все хорошо сделают, то вам не надо думать, что весной делать. Нет. А как я собью в середине сезона и что я сделал? Допустим, если... Чем вы собьете, допустим? Вы ничем не собьете, весь вратоз в расплоде. Сублината. Ну это уже конец июля, наверное, да, начинает. А мы в это время уже кормим. Мы уже в это время отдыхаем, можно сказать. Вы поймите, что у каждого... Допустим, я в России жил, да? У нас там... Один раз я помню, что 8 марта летали. Один раз сколько было? С 94 по 2005 год. В основном это начало апреля об лед. Потом пчелы бздят, бздят, бздят. Потом приходят пакеты в мае, обычно там до 9, а мае с Узбекистана, в которой пчела есть, меда нету. И потом ты ждешь, когда у тебя наступит осень, там еще постсоветские вина, гуцерна, ба, там подсолнечник сажали, гречка. То есть у тебя смысл весь был дождаться этой осени, да? И потом уже 1 сентября, как правило, уже заканывали в чел, потому что открытие охоты в это время было. И там это все открытие охоты, все это... Ну, пасеки, да, проходило параллельно. А тут маленько по-другому, поэтому каждый угол, ну, земли, да? Допустим, как... Мы ехали вчера с немцами, да, они от площадей охренели украинских, они ехали и... То есть... Поэтому я не могу говорить про те вещи, которые, ну, как, не видел глазами своей. Просто я считаю, что у нас именно в расстоянии время проблема именно из-за того, что зимы нету, воспроизводство идет. Потом длинная осень, и вот в этот промежуток надо нам в сентябре что-то делать. То есть между июлем и декабрем. Вот. Я только думаю, сублинатор может быть. Потому что в это время, как сказать, кислота проблема в том, что ты маток жгешь. Ты расплод жгешь, просто ты маток жгешь. И потом у тебя уже проблематично найти, есть матки или нет маток, потому что потом у тебя, как сказать, там такая напады происходит. А именно сублинатор ты что, не сожгешь маток? Используется лихий флор. Пожалуйста, просто задавайте. Лихий флор используется у вас. Я вообще даже не знаю, что. Это только инвестируется, еще никто из любителей про общественных микрофон. А, это от воротоза, да? Не сбрасывали ссылку, я не смотрел. Пока не статьи только есть в Германии. В Германии есть конкретные допущенные препараты, можно в интернете посмотреть. Почему пользуются все, допустим. В общем, есть препараты допущенные, есть препараты недопущенные. Допустим, то, что мы обрабатываем пчелы, это техническая кислота. Она продается в человеческих магазинах, но ее можно использовать как техническую. Но если купите кислоту такую же, да, только в другой бутылочке, она будет в два раза дороже. Но она допущенная. Поэтому люди все, как правило, обрабатывают тем, что, ну, как, подешевле. То есть кислота, но она техническая. Я думаю, как в разные этикетки, а состав один. Потом щавельная кислота, как бы, это самый дешевый препарат, который можно обрабатывать, который ты можешь сам мешать. Потом есть у нас перицин, байварол. Перицин там стоит на 10 семей, бутылок, по-моему, 20 евро. Попробуйте купить им два раза на обработать. То есть если ты пасеку обрабатываешь, там, комплектно у тебя все, там, такой счет будет. Поэтому или на 5 семей там. Я не обрабатывал ни разу, не знаю. Потом сами-то разом есть какой-то препарат один, я тоже, как бы. И плюс эти препараты все идут только через врача выписывать. То есть у нас нет такого, что ты пошел в аптеку и купил, что у людей, что у животных, только через врача все. На зиматоз вообще, как бы, немцы пишут, что он не лечится. Вот, как бы, Карника признан, что устойчивый на зиматозу. Сам я еще не видел. Если я считаю, что слабенькая семья там маленькая, то я не зиматоз, потому что слабые семья не всегда обделываются в услугу своей слабости. У меня есть файл даже про на зиматоз в телефоне. Антибиотики категорически в Германии запрещены полностью. Вот. Чесноком не кормят, что там отварами всяким тоже не кормят. Ну, может, кто-то кормит, там, из русскоязычника. Вот. Нет. Но они облюдаются каждые месяцы. У нас учелы, у меня последний раз учелы, когда я видел, летали 31 января. Но погода была такая, что моросил дождь, они тут же приклеивались и тут же, наверное, умирали. Ну, что ж, давайте, наверное, уже не отпускать. Подписано, какие используются приемы для нас? Только поджимаем и все. Но ничем не кормим. Я считаю, что то же самое, что он делает, только у нас 9 рамок, мы не как верхом, да? То есть у нас нет этого колодца, пустого или еще что-то. То есть у нас полностью корпус. Мы занимаем постепенно по развитию, передвигаемся и все. Ты же все равно за столной доской. Мое мнение, что когда ты жмешь доской за столной, у тебя просто площадь сот увеличилась. То есть по мере выедания сот увеличилась площадь засева. Ты должен вести и куда-то. Откуда они будут кушать? И завтра морозы стукнуты, без чего останешься. А в Германии больше отдает упрещение к ласке? Я думаю, или где? Я думаю, что по регионам. Как бы я пришел к пластикам из-за того, что сырость. У нас, понимаете, то надо видеть, когда, ну, лишайник растет на улице свободно. В течение двух дней лет там вырастает. Влажность. Ты идешь, допустим, по улице и ты слышишь капает, да? Это капает то, что дерево конденсирует воздух на ветках и вот света капает конденсат. То есть, как дождь. У меня, по-моему, сейчас я купил от Вагмара 2,3 миллиметра. 2,3 миллиметра получается. 23 миллиметра. От Вагмара. Я считаю, что тут 1,8 точно мало, как бы, потому что... Я могу тебе сказать, что в Германии, что днем, ночью холодно. Очень сложно сказать, допустим, для нас, если нормальное лето, не экстремальное, но сюда не сюда, для нас, наверное, 25-27 это уже жарко. То есть, это уже двух этапа, потому что у нас уже небольшая ладность. Но ночью, наверное, 15-18. Потому что холодно. Во-первых, воздух, что сырое, холодное, и само все. Что? Самое большое, 8700 я на Рапсе веду. Жень, вопрос. Вопрос один. Однажды в своем видео как-то сказал, что ты не сильно приверженец линий по Бактос, по пороге. А здесь, я продолжу, в Украине больше люди как-то сильно стараются акцентировать внимание на какие-то конкретные цифры. Б там, скажем. Я знаю, что я скажу. Как Берхо сказал, да, сегодня он там нашел, вот линию себе подобрал, Элган, да, и идет. У нас, видишь, маленько по-другому, как бы, движемся мы, да? Как бы, как линия? Линия – это цифры, которые постоянно меняются. Ты не знаешь, что у тебя будет новое. Допустим, если ты на цифрах заострился, то это не говорит о том, если ты профессор, что твои дети будут профессора, там, или еще. Так же самое у пчел. Мы и раньше делали, как написано в литературе, да, там, 8 дочек, минимум 6, и ты пошел с ними, да. Но получается, когда ты сделал это, все это не говорит о том, что у тебя там получится хорошо. Мы, получается, стали делать, мы, допустим, по Бакфасу, да, конкретно. По Бакфасу мы пользуемся Лангенез, Хоге, Тон, Амиланд, Лоу-Кентальт, то есть, ИО. Но ИО в этом году мы не оставили, у нас сразу получается 4 комбинации разных трудной марки. Мы оставляем по 5, потому что если даже по 6, по 8 оставим, вот они реально все, это просто, и не сделать никогда это будет. Вот, и я сразу говорю, чел сразу виден. Они все разные, то есть, комбинации. То есть, не весь Бакфаст есть хороший, правильно? Не все, что желтый, что похожий. Карниколуцкий. Вот, я, как сказать, некоторые люди же покупают, вот купили одну матку, да, человек говорит, все, там, блин, у меня классные пчелы. В любом случае, ты должен, ну, как бы, выбор с чего-то должен быть. Когда есть, чего выбрать, то это хорошо, как бы. Но это не говорит о том, что это очень хорошо, потому что может быть всегда лучше, как у соседа, жена, там. Вот. Поэтому, так же тут, как бы, нет гарантии, что тебе повезет. То есть, ты к тому, что не стоит базироваться на цифрах? А что тебе дадут цифры? Ну, в том-то и дело. Ты ничего это не дадут. Я считаю, что тут лучше, ну, как бы, знаешь, на заводчике на репутацию ориентироваться, как бы. Допустим, как сказать, ты же есть те люди, которым ты доверяешь, и есть люди, которые ты, там, как бы, опасаешься, да, ну, в общении. Так же и тут, то есть, есть люди, которым ты доверяешь, которые ты опасаешься. Так и тут. То есть, если ты взял у кого-то, я считаю, допустим, если взять покарники, я считаю, что самые лучшие пчелы, которые у меня были покарники, это было с Кирхайна пчелы, потом это было от Феринга пчелы и от Махи пчелы. Вот. То есть, от трех людей. У меня было очень много разных. Но я считаю, что именно от этих трех людей у меня были лучшие пчелы. Лучшие от меня. Я же не могу ни про кого плохо сказать. А вот мы паспорта показывали. У нас, знаете, уже тоже разговаривали. Это очень печально то, что сначала Ниска спросил, он говорит, это самое, Женя, что там от их зимовалых продаешь на Украину? Я говорю, нет, я ничего. Ну, сначала на Олю присынул, потому что у нас на Оле все там сделано. Я говорю, мы ничего не продаем, ни фотографии скидывали. Она говорит, вот, смотри. Ну, мы с Олей так посидели, она взяла телефон. Как бы она работает в медицине, она не очень, ну, как на телефоне, ну, память, да? Как бы она говорит, это вообще даже не Кирхайн. Короче, посмотрели по коду, это, получается, Бавария, позвонили, не то, другое, берет. Ну, как номер не существует, говорят. Ну, там красивые печати и много чего. Вот. Потом люди, давай, писать по Вайберу, по Ватсапу, типа, это, это. Я говорю, ну, извините, вас обманули вы. Самое печальное, что те люди, которых обманули, то есть это все в июне, уже было, ну, как на виду. Ни один не сказал, что обманули. То есть люди взяли для репродукции или еще что-то. То есть, понимаете, как вот у нас такая глупость есть, то есть меня обманули, пусть тебя обманут. Вот. Или кто-то боится, продает этих маток, а боится, допустим, как сказать, ну, что у него покупать не будут или еще что-то. Самое поганное, если это все пошло в продажу, у вас производство, то есть кто-то купит карнику, да, допустим, там от Рауша была представлена на облета на Молотентале, там просто такие вещи были. Кто-то купит каких-то пчел, да, а эти пчелы к этому человеку вообще никакого отношения не имеют. А сюда же это все характеристика общая. У нас, как сказать, бумага выдержит все интернет, тем более. Вот. Поэтому я считаю, что это печально и более осторожно. Я думаю, что в любом случае люди должны между собой более тесно как бы сотрудничать. Вот. Потому что печально то, что людей обманули от Тараса, печально то, что люди получили, ну, как печальный опыт и не то, что они хотели. А, соответственно, другие люди, третьи лица получат от этих маток, то, что вообще они не ожидают получить. Потому что сейчас я считаю, что в интернете достаточно ролик мне присылают, там кто-то бахфас пайной лампой палит в лесу на дороге, я-то. Не видели? Там кульцо они приехали собирать, их там чуть не слели. Входит ролик, он в Ютубе есть, и по Вотсапку шлет. И он там, вот, посмотрите, это бахфас, там пчел такой ровил, он пайной лампой, там, этой горелкой давит. А я просто, так вот, от такого же озера пришли пчелы, он там давит их. Ну, как вариант просто, я, ну, свое мнение высказал. Поэтому. Окей, ну давайте. Я не знаю, сегодня у вас без виз, пишите, звоните, я считаю, что люди в Европу могут свободно, можете договориться с людьми и свободно съездить купить у любого. Я считаю, как сказать, за ваши гроши любой каприз там сделают. Ну, не любой, конечно. Нет, я, Артем, к тому, что, допустим, у тебя же вот у самого, да, у тебя и на маркетинг выход, если все, какое-то отношение. Если есть желание, ты все равно можешь найти то, что ты хочешь найти. Я считаю, что самое главное искать, и тот, кто ищет, тот найдет всегда. Вот, мое мнение. Если что, на ночлег примите нам. У нас есть дом без пола. Можно даже в той беседке, где ремонт сделать. Да, без проблем. Пожалуйста. Давайте познакомим вам. Спасибо огромное. А вам спасибо, что это индустрие мероприятие, вкладывайте деньги. А вам спасибо, что обращаете внимание и приезжаете к нам. У нас есть еще один спикер, мы на закушку оставили прекрасного мотковода, пчеловода, это наш отечественный. Кидай рюкзак, Жегка. Сейчас Женя подарит. Евро кидаешь, чешок. Клей не будешь давить? Барбички. А-а-а. Отдайте девушке. Девушка, подойдите, пожалуйста, вот для вас подарок. Немецкие номера, клей. Спасибо. 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 У девушки украинская степная пчела, поэтому, собственно, это, так сказать, от бакфасчика к украинской степной. Пользуйтесь. Поддержка отечественного производителя за рубежными компаниями. Там на ИЧС, давайте сюда, уже. Капиталисты, да? А полиция. Женя, мало привез. Давай, Женя, значит, каждому по полиции. Ну, все уже, остался пакет один. Давай, на любого. На любого? Не, ну, я не человек, я организатор. Не, ну, не знаю, на кого показать. Ну, вот, сидит товарищ. Дай Диме, пожалуйста. Да, на самом крае. Он мне в глаз, он мне в глаз попал, короче. Вот дедушка рядом. Слушай, ну ты кого я не назову, никому не даешь, я знаю. Дедушка, да? Да, давай, там, давай, вон, девушка тоже стоит, да, девушкам раздаешь. Она, вот, есть у нас, Женя. Девушка, подойдите ближе, пожалуйста. А можно... Вот такой вот подарок, девушки. Вот это подарок. Вот это подарок. Субтитры сделал DimaTorzok